Дан квадрат размером 3х3 и в нем проведены следующие линии. В нем проведены следующие линии. Значит, вот такая дальше проведена линия, вот такая вот ломаная. И, наверное, вы уже догадались, проведена вот такая вот замечательная штука. Вот они углы. Альфа, бета, гамма. Требуется найти сумму величин этих трех углов. То есть найти сумму величин углов, под которыми отрезок А, Б виден из точек С, Д, и Е. С, О, 5. Дай подумать, хорошо? Спасибо, что ты молодец, что решил, но дай мне тоже подумать. Действительно хорошая задача. Итак, взяли квадрат размером 3х3 и в этом квадрате мы рассмотрели точь А, Б, С, Д, и Е. Так, как это рисовало. Требуется найти сумму величин углов А, С, В, А, Д, и Е, и Е, альфа, бета и гамма, они показаны на картинке. Чему равна сумма величин этих углов? Господа, идея решения такая. Надо как-то передвинуть эти самые углы, чтобы все стало хорошо. Чтобы они действительно суммировались бы не в принципе, как величины углов, а суммировались бы прямо на картинке. Чтобы стало очевидно, чему же равна величина ответа. То есть надо передвинуться? Конечно, да. Надо передвинуться. То есть с точки А и В. Да. Отдаление идет. Да. В два раза. То есть дальше. Хорошо, через что дальше? Почему 45 это будет ответа? Почему не 46? Почему? Почему? Где они сложились? То есть вы думаете, что не бывает никаких углов, которые в 45 градусах, да? Неверно. Да, пожалуйста, приходите. 45 градусов. А? 45 градусов. Покажите, почему. Да. Да. Вот этот угол, и вот этот одинаковый. Да. Значит, вот этот угол равен вот этому. Какой? Не понимаю. Это альфа плюс... Ну, вот этот угол. Да. Правильно. Вот этот угол. А, молодец, все решил. Смотрите. Все правильно. Я немножко не туда показывал, но на самом деле, по сути, решил. Можно было провести вот такую линию, поставить точки и после этого написать, господа, следующую штуку. Написать, что вот этот вот угол бета, а вот этот альфа. Потому что параллельный перенос на две клеточки вправо переносит треугольник АЦБ в треугольник ФЕЖ. Угол АДП параллельным переносом на одну клеточку переходит в угол Ф... Какой там? Так, на одну клеточку. А, Б, Э, Ф, Е. Б, Е, Ф. А, да, Б. Б, Е, Ф. Отлично. А теперь смотрим, что такое вот три угла с вершиной в точке Е. Это на самом деле угол вот в таком вот замечательном равнобедренном прямоугольном треугольнике. А в равнобедренном прямоугольном треугольнике понимаете, что угол девяносто один и по сорок пять градусов, два других угла. Сумма сорок пять градусов. Алексей Сеевич, а можно было ввести только одно обозначение? Можно? Верхний левый угол, H. Тогда H, А, С, это альфа. Правильно. Коля здесь подсказывает, что если можно было действительно ввести вот эту букву и проставить следующим образом. Вот здесь вот написать угол альфа, понятно, да? Потому что прямая, две параллельные. Здесь написать угол бета, давайте поймем почему. Потому что вот эти две прямые параллельные и здесь секущие к ним. И здесь, соответственно, написать угол гамма. Потому что опять эти две параллельные прямые, А, Д и В, Е, и к ним секущие они. Вот эти три угла, тоже видно, что вместе даются опять. Замечание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok